6 августа 2008 года из жизни ушел Александр Исаевич Солженицын. Об этой фигуре сейчас очень много и справедливо говорят. Действительно, фигура Солженицына в телевизионных наших сюжетах предстает как фигура человека эпохи. Человека, перевернувшего своими действиями целую систему. И в конечном счете, человека легенды. Мы, разумеется, не станем спорить с такой точкой зрения. Она объективно верна. Но, прежде всего, следует задаться вопросом о том, что конкретно стоит за фигурой Солженицына. Прежде всего, за этой фигурой стоит не одна, а несколько эпох. Во-первых, это та эпоха, о которой он писал. Эпоха 30-х, 50-х годов. Во-вторых, это эпоха его популярности в России и в мире. Популярности в самиздатовских изданиях даже. Эпоха 60-х, 70-х годов. И, в-третьих, это то, что стало с наследием Солженицына уже в наше время. В годы 90-е и начало 21-го века. Естественно, что фигура Солженицына имеет значительные масштабы. Она охватывает собой и художественное творчество, и творчество историческое. А поэтому о Солженицыне мы сейчас можем говорить в очень эскизной и фрагментарной форме. Потому что все-таки историческая дистанция, которая объективно существует между нашим временем и тем, что Солженицын изобразил, одновременно и велика, и мала. Поэтому наш разговор о Солженицыне представит только некоторые абресные черты этой фигуры. Первую из этих черт можно определить как систему оптических призм. Вернее, это черта не самого Солженицына, а подходов к нему. Система оптических призм, которая зависит от каждой исторической эпохи. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Говорили древние, и в соответствии с этой римской пословицей, а точнее цитатой из Горация, можно сейчас сказать, что именно сейчас, в начале 21 века, мы не можем воспринимать Солженицына не так, как он воспринимался в 60-е годы, ибо деятельность Солженицына разделяется на две параллельные части. В первую очередь, это его художественные произведения, «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус». И вторая часть заключает в себе историко-публицизетическое исследование «Аркепелаг ГУЛАГ» и разнообразные публицизетические статьи, как, например, статья «Как нам обустроить Россию», ну и, конечно же, мемуары, типа, например, «Базался телёнок с дупом». Что же можно сказать о Солженицыне объективно, как о фигуре? Даже сейчас. Каковы его бесспорные гражданские заслуги? Гражданские и художественные. Первое, что бросается в глаза, это то, что книги Солженицына объективно образовали пролом в знании советского общества об эпохе Сталина, 30-х, 50-х годов. Этот пролом разорвал несколько приторный и наивно-официозный флёр, которым это время окружалось, такую приторную плакатность, которую мы видим даже в голосах дикторов кинохроники тех лет. Но есть ещё и второе соображение. Дело в том, что, как художник, Александр Исаевич Солженицын занимает достаточно редкую в условиях 20-го и 21-го века позицию. Он убеждён в том, что художник не обладает абсолютной свободой. Художник не свободен. Творец зависит от неких высших соображений. Творец и художник ответственны перед обществом. Эти соображения, надо сказать, могут иметь различное философское наполнение. Солженицын позиционирует себя как православного мыслителя. А для того, чтобы понять их необычность для 20-го века и 21-го века, мы скажем, что именно в это время в европейской, и даже в последние годы и в русской литературе доминирует модернистское представление о том, что художник, создавая воображаемый мир, не обязан соотносить его ни с какими общественными и социальными моментами. Он не зависит от изображения и не обязан ставить свой талант в зависимость от изображения социальных реальностей. Такого взгляда придерживался, прежде всего, Владимир Набоков. Об отношениях Набокова и Солженицына мы поговорим, если позволит время, несколько позже. Поэтому мы можем сказать, что с точки зрения литературы Солженицын бесспорно писатель-реалист. И добавим писатель-православный и православный мыслитель. Писатель-историк и православный историк. И, следовательно, мы должны здесь воспользоваться заветом Пушкина. Судить писателя по тем правилам, которые он сам над собой поставил. Исходя из всего этого, мы и будем говорить о Солженицине. Тут, разумеется, возникает проблема. Проблема Солженицына. Проблема разнообразных аспектов его деятельности. Проблема подходов к наследию Солженицына. Можно сказать здесь о социологическом аспекте проблемы Солженицына. Нужно говорить об аспекте идейно-эстетическом. И, наконец, можно сказать об историко-философском аспекте проблемы Солженицына. Все эти аспекты присутствуют в его творчестве. Но начать в данном случае целесообразно с книги, которая приобрела необычайную популярность. Прихо догадаться, что это историко-публицистическое исследование архипелага ГУЛАГа. Первый вопрос о социологическом аспекте творчества Солженицына, Солженицына, собственно, не имеет прямого отношения к его художественным задачам. И имеет социологическое, юридическое или даже социологическое правовое наполнение. Поэтому мы ответим на него весьма эскизно. Социологический аспект проблемы Солженицына заключается в вопросе о том, какого рода процессы в нашем обществе 30-х, 50-х годов сделали возможным массовые нарушения прав человека и просто гуманистических представлений, которые свойственны любой культуре, любой культуре, которые происходили у нас в 30-е, 50-е годы, в сталинскую эпоху. Я не юрист, не социолог и, разумеется, не занимаюсь вопросами по роду служебной деятельности, социологии и прав. И, тем не менее, хоть я и не могу дать на этот вопрос чёткий юридический ответ, можно сказать о том, что советское общество 30-х, 50-х годов характеризовалось доминированием, в принципе, одной фигуры. Фигуры очень страшной. Хотя возникновение этой фигуры, её проникновение на общественную сцену объяснялось историческими причинами. Это фигура полуграмотного обывателя, проповедовавшего тупую лояльность любой власти. Этот полуграмотный обыватель в сущности и писал множество доносов на очень достойных людей. И ничего противодействующее ему в условиях 30-х, 50-х годов по-видимому не было, если мы не берём в рассуждение высшую интеллигенцию. Интеллигенцию профессору, назовём, Владимира Ивановича Вернацкого, Петра Леонидовича Капицу, Максимилиана Александровича Волошина. Однако эти люди, мы включим сюда и Алексея Максимовича Горького, в условиях 30-х, 50-х годов находились в каких-то специальных обстоятельствах, в особых обстоятельствах. Они занимали олимпийское положение. Капице и Волошин, например, одним было дозволено получать французские издания по искусству, если мы говорим о Волошине, а Капице по индивидуальному предписанию доставлялось из Лондона The Times. Всё остальное советское общество 30-х, 50-х годов состояло или из неграмотных крестьян, или из гораздо более опасного сорта людей, малограмотных обывателей, не имевших культуры, но отождествлявших эту культуру с безумным использованием разнообразных политических лозунгов, значения и содержания которых они понять не могли. Вот именно этим обусловлено отсутствие культуры в советском обществе 30-х, 50-х годов, культуры правовой, правовой прежде всего, потому что безграмотными оказывались в основном работники соответствующих органов, следственных органов. Если же говорить в целом, то в этом аспекте книга Александра Исаевича Солженицына сохраняет своё значение и поныне, «Ибо в ней мы видим предупреждение о том, что самое страшное на свете. Это стихия автоматической лояльности любой власти, из-за которой произошло то, что случилось в 30-е, 50-е годы». История, однако, имеет в определённых чертах своих свойств повторяться. Именно сейчас, в 90-е годы, в 90-е годы, в начале 21 века, мы смотрим на факты Солженицына всё-таки несколько иным взглядом. Потому что именно сейчас, в межнациональных конфликтах, спровоцированных полуграмотным обывателем, которым вообще очень легко управлять, а такой полуграмотный обыватель в нашем обществе возникло мгновение ока, потому что 90-е годы, это же всё-таки эпоха телевидения, эпоха медиасредств. Так вот, в 21 веке число людей, чьи судьбы были искалечены всевозможными межнациональными конфликтами, в чём-то даже сопоставимо с числом людей, погибших в тюрьмах 30-х, 50-х годов. И не случайно именно в наше время такую популярность и справедливую популярность получает передача «Жди меня», которую ведёт Игорь Кваша. «Над choice cuánt!» «Надо трубой, никому сюда вMen», «Игорь Кваша». «Надо трубу»